Приветствую вас. Речь идет скорее всего о сразу нескольких моментах. Первое. Это то, что вы боитесь измен. Вы либо не уверены в себе, либо у вас есть некий травмирующий опыт измен, либо вы боитесь быть брошенной, либо у вас в принципе есть такая черта как тревожность. Вы эту тревожность перечислены выше. А моменты вы их переносите вот на эти самые шутки. В этом случае, вот вы говорите, что я себя накручиваю и так далее, в этом случае работать нужно именно со страхом, именно с тревогой. То, что присутствует у вас и у вас. При этом, как бы, парень здесь, он не при чем. Вот. Потому что шутки, вот, немножко, вот, такая более заданношенная история. Более заданношенный момент. Я постараюсь пояснить, что я имею в виду, например, человек может смеяться в нескольких моментах, и то, над чем он смеется, определяется тоже вот этими вот несколькими моментами. Первое. Это такой вот, ну то, что я бы назвал культурно обусловленным моментом. То есть юмор это культурная история, юмор это то, что вот определяется, ну в какой-то степени культурологически, да? То есть то, на чем условно говоря людям смеяться, определяется культурно. Вот так, образно говоря, могли сложиться социальные контакты человека, вот, вследствие чего он, человек, стал вот так себя вести и стал над этими вещами-вещами смеяться. Вот, значит вот здесь как бы идея такая, что просто общество, та социокультурная среда, в которой человек находился, ну и собственно продолжает находиться, вот, она его определяет, что она определяет его, ну словно говоря, сковора, некоторую направленность, да, направленность, юмор, направленность, шуток, вот и так далее. И человек, он сам смеётся над теми вещами, которые могут быть смешными для его окружения, вот, чтобы не казаться там каким-то вот не таким, да, чтобы не казаться там скучным, неправильным, неправильным и так далее. Вот, это первое, это первое. Второе. Шутки, шутки. Необходимость в шутках, что такое смех, это защитная реакция. Люди смеются, как правило, над тем, чего они не понимают или чего они боят. Это, вот, концепт это такая. Не идёт речь о том, что человек, там, образно говоря, чего-то хочет. Речь идёт о том, что человек смеется над тем, что его пугает или чего они понимают. Это значит, что у главного человека есть вероятность всего, есть проблематика, ну, чем-то на чем-то, наверное, похоже, похоже на вашу, в том смысле, что это проблематика вероятности, это проблематика постоянства, это проблематика уверенности в себе. Вот это проблематика какого-то такого вот, ну, как бы сказать, какого-то такого спокойствия, вот, то, что я мог бы здесь выделить. Вот. То есть это немножко не про желания. Что касается желаний, то здесь, конечно, встречаются такие истории, когда человек судит над тем, что он хочет, но эти моменты бывают достаточно редко, они не типичные, вот, они достаточно редки, редки, недостаточно редки. Я явно думаю, что человек, если шутит, вот, то он обязательно этого хочет, вот. То есть шутить, шутить не обязательно. Это слишком сложный такой процесс, да, потому что для того, чтобы шутить, нужна какая-то интеллектуальная работа, нужен какой-то определенный уровень интеллекта. Вот и, соответственно, когда и если мы говорим про потребности, да, про желания, то мы не говорим о том, что желания выражаются так. Но могут выражаться недоговоренности какие-то. То есть очень важно понимать разницу между желанием и, ну, скажем так, искренность, открытость и так далее. Вот. Вот искренность, открытость, она может быть более контекстуальная, глубже. То есть человек, например, как бы смеясь над теми вещами, который вы, допустим, озвучили, может транслировать некоторую мысль совсем другую. Вот. на первый взгляд, не имеющий отношения вообще к дому, с чего началась шутка. Ну, например, например, может идти речь про непосредственность неверность. То есть тема, ну, тема неверности может быть. Например, может идти речь про, ну, про сложность, проблему доверия. Вот. И так далее. То есть вариантов здесь именно достаточно много. Вот. Но, то есть смех в контексте, в контексте потребностей, наверное, больше говорит про какую-то недосказанность, скорее, вот так, чем про желание именно. Поэтому я бы сказал, что вот с точки зрения психологии и психотерапии, по крайней мере, в том подходе, который я использую, это больше так. То есть желание и смех не связаны. Да. Вот. Ну, то есть, может быть, конечно, связь присутствует в ситуативных моментах. Вот. Типа, там, в какой-то эмоциональной ситуации этот человек может таким образом со своими эмоциями справляться. Да. Человек может таким образом свои эмоции выражаться. Это правда. Да. Вот. Но это больше ситуативная история и она не системная. Она не системная, она очень лакарна. Через смех могут быть выражены в большей степени обиды человека. Ну, то есть, вот, просто обиды, которые вот есть, скажем так. Да. Вот. Вот. Через смех могут быть, могут быть высказаны какие-то обиды. Но это же немножко не про желание, да, как вы видите. Надеюсь, вы понимаете. Это немножко про другого. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот. Поэтому не всё так очевидно. И то, что, условно говоря, вы накручиваете, это, повторюсь, это может быть связано с вашими страхами. в первую очередь, больше, чем в реальном положении большей. Вот. Особенно, если вы не умеете выстраивать, там, скажем, ну, скажем, доверительных отношений. Да. То есть, если вы в себе не уверены, допустим, если вы в себе сомневаетесь, допустим, если вы боитесь чего-то, ну, может, чего-то бояться, да, например, там у вас уже были какие-то события. Вот. И так далее. Вот. Поэтому, я думаю, что на ваш вопрос, да, можно ответить именно так. С такой же позиции, с такой же точки зрения можно ответить на ваш вопрос, вот. И, соответственно, я предлагаю не усложнять вещи, которые, ну, как мне кажется, усложнять, в принципе, не нужны. То есть, ну, совсем не обязательно их усложнять, некоторые вещи просто смеются. Вот. Поэтому, я думаю, таким образом вам можно ответить, ну, если вы уверены в себе, если вы боитесь, вот, если вы сомневаетесь, например, в себе, вот, или если вы, там, тревожный, тревожный, допустим, то имеет смысл смотреть на эту проблему, а не на, ну, не на внешнюю историю вашего мужчины, грубо говоря, вот, который, там, словно, говорят, сегодня смеется над ним, да, там через, там, я не знаю, через пару лет он будет смеяться над чем-то другим. И мне кажется, что это вполне нормально, вот, что так вот может быть, а так действительно может быть. Поэтому мне же не будет обращать внимание на то, что смешно там к тому или иному человеку. Вот. Потому что так можно дойти до очень многих вещей, да, а так можно дойти вообще до того, что смех это что-то странное и так далее. То есть, ну, человек может смеяться над чем угодно, это абсолютно не означает, что он нам этого хочет и так далее. Вот. Ну, тем не менее, стоит понимать, что есть вот такие аспекты, которые нужно обязательно учитывать. Если, если мы говорим про юмор, про смех и так далее. Вот. Такая история. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой.